Пленарное заседание предварило работы трёх дискуссионных площадок и своеобразная выставка достижений. Несколько предприятий выставили на всеобщее обозрение технические средства реабилитации инвалидов. Внимание многих привлекла линейка стационарных и мобильных подъёмников. Производитель известен мало, хотя в своей сфере работает больше 20 лет. Фок Шибенца оборудован нашими техническими средствами реабилитации. Переход Супонева установлены подъёмники. Дубровский и детский дом-интернат установлены подъёмники для детей и инвалидов. Вот только несколько объектов, которые за год-два мы сумели поставить по программе «Доступная среда». О результатах и проблемах госпрограммы «Доступная среда» собравшимся во дворце Гагарина доложила директор фонда Ванечка. Ирина Цыганкова настаивает на продлении программы до 2020 года и приведении регионального законодательства в соответствие с Конвенцией о правах человека. В перспективности ещё нескольких рекомендаций сомневаться не приходится. Утвердить региональный план мероприятий «Дорожную карту» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами в сфере установленной деятельности. Десять докладов на тему стимулирования рождаемости подытожил и проанализировал протеерей Сергей Рысин. Профилактика абортов уже привела к их снижению на Брянщине в два с половиной раза. Лечение бесплодия, поощрение многодетных семей и создание условий для счастливого материнства и детства должны позитивно сказаться в ближайшем будущем. Большая ответственность возложена также на гражданское общество. На Брянщине немало отзывчивых людей, но только частных инициатив недостаточно для того, чтобы изменить качество всей системы социальных услуг. В любом случае, она в значительной степени будет базироваться на государственных присутствиях. Вместе с тем, государство может поделиться своими функциями с обществом и общественными организациями. С социальными услугами пользуется треть населения области. Предоставляют эти услуги 5000 специалистов. Во многом их усилиями 450 детей-сирот были пристроены в семьи. Обзаводиться вторым, а то и третьим малышом брянских женщин в некоторой степени мотивирует материнский капитал. За одним из таких на форум пришла мама трех мальчишек Марина Архипенкова. Рожала в областном роддоме, там же и работаю. Мальчика зовут Филипп, младшего мальчика. Вручение сертификатов на получение областного материнского капитала дополнили передачи ключей от жилых помещений детям-сиротам, благодарности и почетных грамот губернатора социальным работникам. Главным же итогом форума должна стать резолюция, ценная полезными рекомендациями и инициативами для всех профильных учреждений, ведомств и служб. Светлана Маркелова, Александр Егоров, События Брянск.